Добрый вечер, в эфире телеканала Видное ТВ, программа «Разговор с депутатом». Сегодня у нас в гостях Алексей Валуев, депутат Совета депутатов по избирательному округу номер 4. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Здравствуйте, спасибо, что пригласили на вашу передачу. Мы очень рады, что вы пришли сегодня к нам в гости. И наш разговор я хочу начать о знакомстве с вами. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и почему решили стать депутатом. Собственно говоря, я очень давно являюсь активистом и общественным деятелем. Я с момента застройки нашего микрорайона Бутава-парк-1, в котором я впоследствии и стал депутатом, сначала был активным жителем от района Новостроек, потом стал председателем Совета дома, потом мы создали в Московской области Ассоциацию председателей Советов многоквартирных домов, и сейчас, в данный момент, я являюсь заместителем руководителя Ленинского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов. То есть я с момента 2012 года, с момента заселения в наш район Новостроек веду борьбу, так сказать, за права жителей, отстаиваю их интересы, учу, как правильно обращаться в какие надзорные инстанции, чтобы защитить свои права. Соответственно, много обращался в администрацию Ленинского городского округа, в жилищную инспекцию, в государственный технический надзор, как раз, чтобы отстаивать и защитить интересы жителей. И, соответственно, когда стал вопрос о выборе депутатов после преобразования в Ленинский городской округ, то, собственно говоря, жители меня поддержали, захотели, ассоциация меня поддержала. Тоже, что если раньше я отстаивал интересы как общественник, то теперь я стараюсь и отстаиваю интересы жителей уже как орган представительской власти. Да, но в другом совершенно. В другом немножко статусе, и это делать немножко легче, потому что если к общественникам не всегда прислушиваются, то к депутату уже наша действующая власть, хочешь не хочешь, вынуждена прислушиваться и немножко легче это делать. А какие территории входят в ваш округ? Ну вот как раз большинство, 90% это как раз Бутово парк 1, потом ко мне входит также поселок Лес паркхоза, там мало домов, там 5-6 домов. Потом ко мне в территорию входит ЖК Суханово парк и деревня Суханово, также СНТ Флора. Так, ну прошел уже почти год после выбора. Совершенно верно. Вот каких успехов уже удалось добиться, вот вы нам расскажете. Но я хотела бы начать разговор на эту тему с сюжета, который подготовили мои коллеги. Буквально вчера приезжали в жилой комплекс Бутово парк, да, как раз разговаривали с вами, там были проблемы у жителей, да, также обращались к вам. Да, ко мне было много обращений, например, одно из первых дел было, это восстановление лестницы перед переходом, который через Ростоговское шоссе, который делит по сути микрорайон Бутово парк на две части. Я предлагаю посмотреть сначала сюжет, а потом вернемся к этой теме. Бутово парк – один из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского городского округа. Периодически у жителей возникают проблемы, решать которые им помогает муниципальный депутат Алексей Валуев. Так, недавно после его обращения в управляющую компанию у первого подъезда дома номер пять появился плавный съезд с пандуса, которым пользуются проживающие здесь инвалиды. Пандус существовал, а к нему асфальтовая отмостка, то есть проезд и спуск отсутствовал. Тот, который был, не позволял нормально им пользоваться. Этим пандусом, собственно говоря, не были обеспечены условия для нормальной жизнедеятельности маломобильных групп граждан. Мною были написаны обращения, как от депутата руководству «Пиккомфорт» для взаимодействия и приведения данного пандуса в порядок, чтобы жители могли им нормально пользоваться. Микрорайон разделен на северную и южную части. Их соединяет пешеходный переход через Расторгуевское шоссе. Раньше, чтобы перейти дорогу, людям приходилось подниматься по земляному склону. В непогоду сделать это было довольно проблематично. Люди, естественно, к пешеходному переходу переходили прямо по газону. То есть траву сажали, ее затаптывали, люди падали в грязь и так далее. Вот, ну, благодаря усилиям Алексея Юрьевича Валуева, нашего депутата, ступени восстановили, пешеходный переход нарисовали заново, сделали лежащий полицейский перед пешеходным переходом с обоих сторон. И в данный момент люди все довольны. Проблема существовала несколько лет. После обращения к депутату вопрос решился довольно быстро. У меня был вопрос, как раз этот решен, с помощью заместителя главы Ленинского городского округа. Мы вместе обрастились к застройщикам группы компании ПИК, которые проводили здесь земляные работы. И добились того, чтобы они выполнили свои обязательства и сделали лестницу, которой теперь могут пользоваться все жители, для того, чтобы переходить на другую сторону дороги. Теперь в условиях часто возникающего гололеда пешеходный переход стал гораздо безопасней. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Именно застройщик и раскопал, и разрушил изначально для проведения коммуникаций, изначально, которая существовала там лестница. То есть в итоге, в несколько лет жители были вынуждены как раз подниматься по зеленой длиной насыпи, которая в непогоду превращалась просто в каток. Так, ну и про пандус. Про пандус, да. Это дома номер пять в жилом комплексе Бутового парка. У нас в этом подъезде проживают два маломобильных гражданина, которые пользуются инвалидными колясками. И отсутствовал нормальный заезд на существующие металлические пандусы самого подъезда. То есть раньше управляющая компания то каким-то цементом завазывала, то еще что. То есть временные были какие-то решения, которые после малейшего дождя расползалось, и опять жители не могли нормально попасть. У мной было написано официальное обращение на имя группы компании ПИК. И после этого вопрос решился буквально в течение двух недель. Нашли средства. То есть было сделано нормальное асфальтовое покрытие, чтобы жители смогли пользоваться. Потому что до этого был промежуток, там яма, через которую просто на коляске нельзя было нормально проехать самостоятельно. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами еще обращаются жители? Вообще какой, наверное, проблемный ваш район самый? Вопросы жители обращаются совершенно разными вопросами, начиная от нехватки парковочных мест и заканчивая благоустройством. Но самый большой какой-то вал вопросов у нас обращение идет по теме ЖКХ. То есть много вопросов по ЖКХ нам удалось решить, но также очень много осталось нерешенных. То есть это как снежный ком, который постарально катится. Но если вы не разгребаете, он будет очень большим, он будет просто всех нас под собой пыхнет. Ну а как вообще проходят встречи, как часто вы проводите встречи с жителями? В условиях пандемии мы проводим не так часто встречи лично. Но ко мне жители всегда могут обратиться посредством соцсетей, как и в WhatsApp, Telegram. У нас есть платформа избиратель-депутат, где пишут обращения. Также я на связи всегда со всеми председателями домов своего избирательного участка и знаю об актуальных проблемах. Поэтому мы все-таки проводим встречи в реале. Я организовываю встречи со всеми управляющими компаниями, которые находятся на моем избирательном участке, по проблемам существующих жителей. Приглашаем туда председателей домой. Это уговариваем. Мы также находим пути решения их выполнения. Много вопросов с переходом МОСУБРЦ, с перерасчетами. Тоже стараемся это решать. Вопросов остается много. Также много возникает у жителей вопросов, когда они не понимают, с чем и куда они могут обращаться. А как записаться, например, к вам на прием или где вы принимаете жителей? Жители я прямо в первый четверг месяца принимаю вечером на прием. Принимаю в помещение управляющей компанией мультисистема сервиса, дом 23, корпус 1. Также всегда можно в диспетчерскую в любой день недели оставить мне обращение. Я всегда свяжусь, отвечу. Также можно оставить обращение. Есть такая платформа избирательный депутат, где можно отправить письменное обращение. Также на него отвечу. С какими трудностями уже столкнулись в реализации проектов за этот год? К сожалению, если проблемы ЖКХ худо-бедно нам удается решать, то такой вопрос жизненно важный для жителей, как строительство школы на северной стороне, он у нас до сих пор и не решен. Это строительство Бутовской школы? Да, это строительство 2-й Бутовской школы, там проблема у нас, потому что находится земля под строительство у федеральной структуры, то есть федеральная земля. И пока они нам ее не передадут в муниципалитет, Ленинский городской округ, мы, к сожалению, не можем решить этот вопрос, как бы мы ни пытались давить на застройщика и другим иным способом взаимодействовать. Более какие-то маленькие проблемы, как раз с пандусом, с лестницей, благоустройство, ямы на дорогах, по освещению. Например, было много жалоб, что не освещается Расторгуевское шоссе. Тоже добились, чтобы его наконец-то включили, и теперь оно освещается, и жители, которые едут в сторону города Видного, могут гораздо более безопасно осуществлять свой путь, тем более в условиях непогоды. Так, ну вот сфера ЖКХ вам особенно, она знакома, да, и близка. То есть вы проводите, проводили, да, сейчас не проходят встречи? Сейчас мы проводим только в режиме ВКС, да, потому что массовые мероприятия в связи с пандемией у нас отменены. Ну вот так как я являюсь еще заместителем и руководителем Ассоциации председателя Совета Макарьердомов, у нас есть такой обучающий проект про ЖКХ, где у нас был нами разработан курс, согласован с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Мы по всей Московской области, естественно, в том числе по Ленинскому городскому округу, читаем лекции, где учим жителей правильно отстаивать свои права. Как проводить общее собрание собственников? Как выбирать советы домов для того, чтобы контролировать управляющие компании, как раз качество оказания жилищно-коммунальных услуг? В какие надзорные станции можно пожаловаться? На что можно пожаловаться? Что относится к компетенции управляющей компании? Потому что очень часто жители жалуются управляющей компанией, например, а управляющая компания за какие-то вещи не отвечает. Из-за того, что они жалуются не по адресу, то есть какие-то проблемы не решаются. Например, то, что касается общедомового имущества, у нас сферой надзора занимается государственная жилищная инспекция. То, что касается улицы, каких-то свалок, еще чего-то, у нас государственная административно-техническая инспекция. Если люди обращаются не туда, куда нужно, соответственно, вопрос подвисает и не решается. Поэтому мы как раз учим жителей, как правильно отставить права. Что относится к содержанию ремонта? Что такое капремонт? Многие люди путают, что наш дом на гарантии, поэтому никаких ремонтов, ни содержания ремонт. Мы ничего не ремонтировали, не должны платить. Это, к сожалению, не так. Поэтому приходится жителям объяснять не только их права, но и их обязанности. На этих встречах жители также могут задавать какие-то вопросы. Сколько было вообще проведено уже по округу, я так понимаю? За последние три года было проведено уже около сотни лекций, на самом деле. В этом году чуть меньше, потому что пандемию, весной их не проводили, но проводили, когда как раз было ослабление режима. То есть у нас было проведено около 12 лекций по всему Ленинскому округу. Нас также приглашали и в другие соседние округа читать. Помимо лекций мы еще устраиваем такое мероприятие, называется «Управдом», которое мы приглашаем, руководство Ленинского городского округа, обязательно присутствует зам округа по ЖКХ, приглашаем ГАД, то есть Государственный административный технический надзор, предложаем Государственную жилищную инспекцию, руководители всех крупных управляющих компаний, председателей домов, и где жители могут напрямую задать вопросу тем, как раз по подведомству, чтобы для их скорейшего решения. Сейчас, к сожалению, дальнейшие мероприятия сейчас свернуты из-за пандемии, но мы провели последние как раз в режиме видеоконференц-связи. То есть были объявления, были логины и пароли, то есть жители могли присоединиться. Да, любой желающий зарегистрировав заранее мог присоединиться и задать все интересующие вопросы. То есть и такие будут встречи продолжаться? Такие встречи будут тоже продолжаться. А с какой регулярностью? То есть как-то будут сообщаться об этом жителям? Да, то есть будет обязательно еще финальная встреча управдома в декабре, которая всегда проводится. Если у нас режим пандемии не спадет, то также он будет в режиме ВКС проведен. Так, ну и о других проблемах на вашей территории. Вот Калитков-Суханово был такой вопрос. Это другой, да, обратились в террородел. Это касается вопрос спора между ЖК Суханово парк и деревней Суханово. Была построена часовня на берегу пруда. И одна из управляющих компаний в целях вроде благих, чтобы обеспечить благоустройство, чтобы не мусор и перекрыло проход. Но оказалось, что нарушены права другой части, соответственно, деревни Суханово. Поэтому с помощью территориального отдела Суханово-Суханово было обращение в ГАТМ, была проведена проверка и вынесено предписание на незаконную установку калитки и заборы. То есть эта калитка была по решению надзорного органа демонтирована, то есть жители получили свободный доступ. Так, а вот была такая тема, сдача домов с нюансами. То есть мы даже снимали сюжет по этому поводу. Какие там были проблемы, из-за чего все это как-то было вообще? Это самый последний построенный дом новостройки. Это дом номер 12. Мы как раз приглашали вашего телеоператора, Видное ТВ, чтобы они помогли нам сдвинуть с мертвой точки. То есть это было где-то в начале февраля, да? То есть это давно? Это было уже давно, да, как раз на разгар пандемии совсем было. То есть у нас строитель сдал дома с нарушенной вентиляцией, где-то она вообще отсутствовала. То есть там были квартиры с предварительным ремонтом, то есть делали натяжной потолок, который перекрывал ту же самую вентиляцию. И для того, чтобы помочь жителям решить этот вопрос, как раз мы пригласили вашу съемочную группу, чтобы это осветить, чтобы начал застройщик выполнять свои обязательства. То есть и частично проблемы были благодаря этому решены. То есть что-то как бы сдвинулось с места. Да, что-то сдвинулось с места. То есть людям сделали вытяжку со всем этим. Ну, какие-то вопросы, нюансы остались. Но у каждого, я хочу отметить, что у каждого дома на стройке существует пятилетний гарантийный срок, в течение которого можно требовать как раз устранения всех недостатков, те недочеты, которые всплывают в процессе эксплуатации. То есть можно обращаться не только можно, но и нужно. И требовать устранения этих недостатков. Скажите, пожалуйста, на вашей территории много частных домов, да? Вот СНТ, Флора, еще как индивидуальных нет? Их там не так много, там их очень небольшое количество. В основном у меня более 90% это все-таки высотная застройка, где целиком, вот как Бутово парк, это целиком район новостроек. Где как раз раньше был частный сектор, та же самая деревня Бутово, потом жителям были предоставлены квартиры в этих строящихся домах и построен очень большой высотный район новостроек. Так, а вот ЖК Суханово парк, достаточно новый район, что там бывают какие-то проблемы? Там бывают, там большая территория, но вот как раз вот проблема, то что вот насчет калитки, там больше между хозяйствующими субъектами и какие-то бытовые вопросы. То есть таких вот ярких проблем, как с этим, там нету. Поэтому обращения оттуда поступают меньше. Но люди обращаются также с консультациями, как провести те же самые общие собрания собственников, как правильно защитить свои права, тоже по советам домов, то есть со мной обращаются, то есть как к специалистам консультируются по этим вопросам. То есть так же им стараюсь помогать. То есть в основном это, конечно, Бутово парк, да? Вот весь объем работы переходит туда. Ну и, собственно говоря, основной объем населения получается, то как я сказал, что 90% жителей моего избирательного округа, это как раз в Бутово парке один проживает, потому что это около 30 высотных домов по 17, по 22, 25 этажей. То есть в некоторых домах есть более 500 квартир в неквартирном доме. Скажите, пожалуйста, по губернаторским программам, да, многие работают? Ну вот из-за того, что у нас район довольно-таки новый, у нас было по текущему ремонт, я еще тогда не был депутатом, но активно помогал жителям сначала в создании советов многоквартирных домов, потом в проведении общих собраний собственников, и как раз проводили общее собрание собственников и участвовали в программе софинансирования по губернаторскому ремонту. Такие попали 14-й дом, 26-й дом, например, 24-й дом. Вот эти дома, как раз, в которых был сделан текущий ремонт, это выгодно жителям, потому что половина суммы за ремонт заплатила управляющая компания с денег, которые собирали жители, а половина денег была заплачена как раз с этой программы. — Так, ну а вообще какие планы на следующий год? Вообще есть уже что-то? Ну, я имею в виду, какие-то жители, нерешенные вопросы, то есть что-то осталось, что сейчас требуют доработки? — Есть, конечно, то есть требуют доработки. У нас проблемы фактически малорешаемы с парковочными местами. Сейчас у нас идет, например, то есть мало парковочных мест, недавно произошел пожар в доме, и просто из-за того, что было плотное припаркованное, жителям пришлось просто руками растаскивать машину, чтобы могла приехать пожарная. К счастью, никто не погиб, но три квартиры пострадало. — А это где? — Это тоже был неблагополучный, на самом деле, наш 12-й дом. Но, к счастью, все остались живы. Но проблема парковки во всех новостройках, домах высотных, она, к сожалению, присутствует и малорешаема, потому что просто нету земли, где еще сделать можно эту парковку. И когда кто-то из собственников земли пытается еще уменьшить ее, сделав какую-то платную парковку, либо построить какой-нибудь павильон, то жители, естественно, вызывают очень большое возмущение. Мы с этим тоже стараемся как-то бороться и решать эти вопросы. — Жители задают вопросы к нам на прямой эфир. Когда начнется строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное? У вас есть какая-то информация по этому вопросу? — На данный момент спроектирована, утверждена только московская часть этой дороги. Что касается этого куска дороги, я лично общался с заместителем, я приселил там Трешковым, потом с министром транспорта, по всем. Нет понимания, то есть у нас сейчас нет финансирования, которое позволило бы строить как раз областную часть. И вот эта наша областная часть, она только нарисована на красных линиях, и нет полного понимания, где она точно пройдет. Вот, например, по моему как раз Бутово-парку есть несколько вариантов прохождения. Министрам транспорта, когда я им задавал этот вопрос, лично было обещано, чтобы жители не переживали, когда окончательный проект, что будут проводиться те же публичные слушания, и то есть жители услышат. Потому что, например, если она пройдет, эта трасса по Расторгуевскому шоссе, то разделит две части, то есть дорога с шириной фактически СМКАД. И, естественно, жители это не устраивают. — Хорошо, спасибо. Так, а вот собираются ли делать, секунду, эстакаду как раз на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе? Вот такой вопрос задает Светлана. — Вот это как раз зависит от того, где пойдет эта дорога. Если она пойдет севернее, то, соответственно, на пересечении этой эстакады не будет. Потому что по последнему варианту она все-таки не должна проходить по Расторгуевскому шоссе, а должна пройти чуть севернее, вот этот кусочек до Симферопольки. Но, опять же, окончательного проекта нет. — Хорошо, спасибо большое. Так, в подсодном хозяйстве Суханово, у третьего дома дорога в ужасном состоянии. Рядом часто разрывается теплосеть. Как и когда можно решить этот вопрос? — Соответственно, пускай жители обращаются по этому вопросу в территориальные отделы. Пускай пишут обращения, будем заниматься этим вопросом, выходить в администрацию и с них спрашивать, когда, в какие сроки, возможно, потому что они потом... — Так, хорошо, спасибо. А вот еще, может быть, деревня Суханово. Такое вообще часто люди какие-то жалуются с проблемами? — Там закрытая территория, жители довольно живут там комфортно. Но вот я как раз разговаривал, как раз была проблема по поводу... Там проводили субботник, например, с помощью территориального отдела, опять же, то есть приглашали жителей. — Это недавно, да, проходило? — Да, это осенью проходило, в начале осени. Что касается, например, лесопархоза, тоже решались вопросы со сливом воды, то есть с дороги, которые попадались. То есть много вопросов в текущем, потому что решается как с субботниками, благоустройством. Они решаются как в текущем режиме, их очень много, поэтому никто их специально даже не выделяет, не обращает внимания. То есть как текущая работа. — Так, Алексей Юрьевич, но наш прямой эфир подошел к концу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на вопросы жителей. Вот так что спасибо большое. — Вам спасибо, что пригласили, и хочу пожелать всем здоровья в это нелегкое время. — А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был депутат Совета депутатов по избирательному округу номер 4 Алексей Балуев. — Спасибо.